Уже 7 лет краснодарские пассажиры расплачиваются за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах при помощи электронных транспортных карт. Для людей это выгодно. В таком случае они покупают билет со скидкой. Как работа проекта отразилась на городском бюджете? Ответ на этот вопрос знает Виктория Герус. Студенческая для школьника, социальная для поездки по Краснодару или в пригород. Елене выбрать подходящую транспортную карту помогли в центре обслуживания. По городу ей приходится ездить часто, в основном на трамвае. С оплатой по безналу стало гораздо комфортнее, признается она. Не нужно задумываться о том, что есть у тебя наличные средства. Сейчас очень популярна карта, и поэтому иногда просто забываешь, что у тебя нет какой-то мелочи. Не просто заменяет кошелек, а экономит деньги. Владельцы такой карты платят за проезд на 2 рубля меньше. Не 23, а 21 рубль. С ее помощью школьники, студенты, льготники вообще оплачивают только половину стоимости билета. Такими скидками в Краснодаре уже воспользовались 230 тысяч пассажиров. Это выгодно, это очень выгодно, потому что я экономлю больше 1000 рублей в месяц. Продают транспортную карту в киосках на остановках, в почтовых отделениях или в центрах обслуживания компании-оператора электронный билет Кубани. Там же можно положить на нее деньги, а скоро это можно будет сделать онлайн. Мобильные приложения уже начали тестировать. В начале будущего года планируем запустить первые карты, которые будут позволять пополнение баланса, производить с использованием интернета, специального приложения, которое будет размещено на нашем сайте. Краснодарские пассажиры пользуются картами с 2010 года. За это время в совокупности они сэкономили порядка 100 миллиардов рублей, говорит руководитель компании-оператора. В плюсе от этого проекта и бюджет города. Ведь поездки для пассажиров-льготников субсидируются. Таким образом, казни удалось сохранить около миллиарда рублей.